А следующий вопрос, который Шейх упоминает, говорит, есть такая основа, что человек в своем доме делает себе какой-то некий уголок и делает его мечетью. Он там совершает намаз, он туда принес сахих бухари, ряда салихин, книги какие-то. Там он сидит, там он уединяется, там он совершает намаз у себя дома. Он умощает благовониями это место, оно всегда чистое у него. Он туда заходит, в этот уголок, свой отец, допустим, своей женой с детьми. Там он проводит для них какой-то урок, допустим. Он может сделать следующим образом. Сам он в мечети совершил фарт, затем возвращается домой. Он совершает сумму, они совершают фарт. Мама совершает намаз или же молитву вместе со своими дочерями. То есть мать становится имамом для своих дочерей, или же одна из дочерей становится имамом, но она не встает вперед, как мужчины. Они все встают в одном ряду. То есть для того, чтобы привить детям вот эту имаму. То есть упражняются они в этом. Нет проблем даже в том, чтобы как-то прививать ребенку то, чтобы он какие-то проповеди делал. Если ты там поставишь, может быть, стул, и он встанет на него и будет проповедь давать. Нет в этом проблем. Это прекрасно в вопросе воспитания детей. Когда ты будешь прививать ему то, чтобы он мог сделать хутбу или что-то донести до людей. Все это считается из тех вещей, которые взращивают в ребенке исламские ценности. У тебя может быть ежедневный урок, допустим, со своими детьми. Однако ты должен запрещать своим детям, чтобы они на урок приходили с телефонами и сидели в телефонах во время твоего урока. Если ты хочешь, чтобы твои дети не сидели в телефоне, ты первый не должен сидеть в телефоне. Если ребенок видит, что ты постоянно у тебя в руках телефон, он хочет быть как ты и так же. Если он видит то, что у тебя в руках всегда Кур'ан, он хочет точно так же держать Кур'ан. Ты образец, пример. Братья, в ваш дом мы должны проявить заботу о нашем же доме. Ты в своем доме можешь делать такие вещи, казалось бы, может быть, они легкие, маленькие тебе кажется, но в действительности они великие. Как, допустим, мы говорили, что ты можешь развесить листочки со словами арабскими, как на пути в изучение арабского языка. Или можешь, допустим, сделать некие соревнования в записи Кур'ана. Допустим, скажите, этот месяц мы начнем записывать джуз Амма и каждый месяц брать по джузу, допустим, записывать. И говорит, действительно, в некоторых странах это присутствует, что ребенок еще маленький, но ты видишь, что почерк у него очень красивый. Почему? Потому что мы привили ему это. А другой человек в возрасте и говорит, а я ни разу в жизни ни одного аята не записал. И еще считается приобретающим знанием. У нас, говорит, есть уборщик, он, говорит, своей рукой целый муслов написал. А что тебе мешает это сделать? И это закрепит твой хифз, твое заучивание Кур'ана, если ты будешь его рукой записывать.